Цель тренировки – анализ алгоритмов действий охраны и персонала учебного заведения в условиях угрозы. Согласно инструкции, после обнаружения неизвестных, двери школы были закрыты, а затем охранник забаррикадировался сам и сообщил о происшествии. Я сообщил сразу на пульт в Росгвардию, на пульт в охрану «Карат Север». Он объявил по школе о том, что на территории школы во внутреннем дворе находятся посторонние вооруженные люди, чтобы они были внимательны, приняли меры к спасению детей. После объявления о тревоге школьные коридоры опустили весь персонал, согласно правилам действий в нештатных ситуациях, заперся в классах и кабинетах. Такие мероприятия уже отрабатывались в течение года, в том числе и с учениками. Во-первых, сразу закрываем дверь на ключ изнутри и делаем баррикады. Это ходят парты, стулья, все что угодно. Мы закрываем дверь так плотно и весь класс эвакуируем в конец класса, усаживаем на пол, либо укладываем подальше от окон к той стене, которая идет несущая центральная стена, чтобы дети не высовывались. Телефоны либо в бессучный режим, либо вообще полностью выключаем. И сидим, ждем до тех времен, пока нам не объявят по громкой связи. Вся информация о действиях персонала, охраны и нападающих поступает директору школы как главному ответственному лицу и передается в управление образованием и другие инстанции. Вооруженное нападение. Все службы предупреждены. Сотрудники и обучающиеся забаррикадировались в своих кабинетах. Доложила Собянина Наталья Николаевна, директор. Силы Росгвардии, охраны и МЧС прибыли на территорию учебного заведения в течение четырех минут и условные нападающие были обезврежены. По громкоговорителю персоналу разрешили покинуть классы. Действия при внештатной ситуации были отработаны без нарушений. Такие учения сегодня были проведены по всей стране. Такие учения всероссийские проходят впервые, но для нас это не в новинку, потому что учения по эвакуации, по действиям в чрезвычайных ситуациях мы проводим ежегодно, не реже двух раз в учебном году с обучающимися и сотрудниками образовательной организации. Отрабатываем навыки действия в чрезвычайной ситуации, чтобы каждый знал, что делать в той или иной ситуации. Обеспечению безопасности детей и подростков уделяется большое внимание. Это касается не только регулярных учений, но и обновлению систем безопасности противопожарных и антитеррористических. На комплексную безопасность школ, детских садов и учреждений доп. образования Великого Устюгского округа в общей сложности в 2022-2023 году из местного и областных бюджетов было выделено более 15 миллионов рублей.